15 декабря международный день чая. Это событие решили отметить в городском парке скидские пруды горячим чаем, сладостями и конкурсами. Мы решили, что этот праздник мы пропустить не можем. На улице действительно мороз, поэтому мы греемся угощениями, горячим чаем. У нас есть также глинтвейн и прочие вкусности. Приходите к нам, надеемся, что этот фестиваль станет ежегодным и будем 15 декабря встречаться каждый год. Танцевали, пили чай, несмотря на мороз, и взрослые дети. В палатке можно было не только бесплатно получить чашечку горячего напитка бесплатно, но и что-то сладкое, например, печенье или конфеты. Так как праздник семейный, приходили на него, конечно, в основном с детьми. Я нашла в интернете в группе и решила сразу посмотреть, а вдруг что для малышек будет. В посаде очень тяжело найти места, куда можно прийти с маленькими. И как вам? Мы только что зашли, но я уже слышу музыку, сейчас пойдем водить хороводы. Считается, что чай как напиток. Был открыт вторым императором Китая Шином Нунгом примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил висточки чайного дерева в чашку с горячей водой. В мире есть множество традиций и способов чаепития. В нашей стране чай любят. Раньше воду для него кипятили в самоварах. Традиция пить чай всей семьей остается неизменной многие годы. Алена Ромашкина, Антон Коврежных, программа «События». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин